В издательском совете Русской Православной Церкви состоялся пасхальный благотворительный вечер. Организатором выступил известный социально-психологический центр «Православная семья», спасший немало семей, стоящих на грани развода. История зарождения подобных благотворительных вечеров началась с простых мастер-классов, проводимых с начала 2011 года в Центре «Православная семья». Каждый человек, желающий сделать что-то своими руками, может реализовать свои художественные и творческие возможности. И сегодня разного вида поделки, декупаж, изделия из бисера, плетения и шерсти представлены на ярмарке распродажи ручных работ. У нас есть наш партнер, это фонд «Русская береза». Соответственно, средства идут на помощь малым мучам. В основном это дети из малым мучам семьи «Русской глубинки», которые как раз курируют «Русская береза». И, соответственно, это на наш собственный проект, на наше развитие, в том числе и на наш подшефный детский дом. Под патронажем Центра «Православная семья» уже два месяца находятся ребята из Московского коррекционного детского дома. Они тоже стали участниками благотворительного вечера. Дети не только подготовили стихи и песни для гостей, но также совместно с волонтерами сделали ручное мыло, ставшее хитом продаж на ярмарке. С детьми контакт найти совсем несложно. Это Московский коррекционный детский дом, и дети очень рады, когда к ним приходят. Почему? Потому что мы приносим то, что они еще не знают. То есть мы делаем мастер-классы. Например, первое наше знакомство с детишками было, когда Инна Милькина проводила мастер-класс по мылу. Стали больше общаться. Нам было интересно, что они говорят, что они делают. Такие вечера проводятся всего два раза в год – на Жудество и на Пасху. Однако у Центра «Православная семья» помимо ежегодных благотворительных акций множество направлений деятельности. И одним из главных является объединение людей, которые хотят общаться в среде единомышленников, реализовать христианскую и человеческую потребность в помощи ближним.